Сегодня на это поле вышли около ста футболистов из 18 команд различных районов области. Побороться за Кубок Победителя приехали ребята из Балашова, Маркса, Ершова и других саратовских глубинок. Все они уже стали победителями двух этапов турнира – муниципального и зонального. Кто возьмет кожаный мяч, решит финал. Вы молодцы, вы победители. Каждая команда, которая выиграла наши областные соревнования, будет направлена на всероссийские. И от этой команды мы, конечно, ждем успехов и побед. Сам турнир «Кожаный мяч» – это крупнейшие всероссийские соревнования по футболу среди детских любительских команд. Первая игра состоялась еще в Советском Союзе 50 лет назад. В Саратове областной этап турнира проводится 13-й раз. Он проходит каждое лето и собирает на поле около 30 тысяч юных спортсменов. Соревнования проходят в три этапа по трем возрастным группам. Самым старшим не должно быть больше 16 лет. Победители поедут на соревнования Приволжского федерального округа, в Самару, в Пензу. Это по всероссийскому положению определиться. Мы командируем эти команды. И если они побеждают там, то уже едут на всероссийские соревнования. Команде из Балашова участвовать во всероссийских соревнованиях пока не пришлось. Самое высокое место – восьмое в ПФО. Но даже это для саратовской глубинки хороший результат, признается тренер. Сегодня в финале команда тоже вышла в лидеры. Если бы не определенные трудности, удалось бы пробиться и выше. Трудности всегда одни у нас. Недостаток инвентаря, недостаток хороших полей. Все материально, только материальные трудности. Желание ребят, мое желание – все есть. Благодаря этому турниру у нас уже несколько ребят уехало играть в более сильные команды, в другие города, в том числе и в саратовские команды. То есть это наш шанс, и мы за него цепляемся. В результате финальных соревнований определили победителей в трех возрастных группах. Первые места достались командам из Федоровского, Энгельского и Балашовского районов. Отдельными грамотами и призами от Министерства спорта наградили лучшего вратаря, защитника и нападающего. Теперь победителям областного финала придется побороться за звание лучшего в ПФО. Анна Ковалева, Максим Пустовалов, РНТВ, Саратов.